Вы на канале Гастом РСИ и сегодня мы находимся на соревнованиях. Это второй этап Кубка России по багги 10. Сегодня я буду ездить в 27-й Дефит на багги 4ВД. Отличная трасса, здесь тепло, светло и очень классно. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, я всем желаю удачи и давайте поаплодируем еще раз. Продолжение следует... Переворачивался, что не может не радовать. Сейчас ожидаем вторую квалификацию. Нужно больше стабильности. Особо сильно не гонюсь ни за кем, потому что, в принципе, уровень совсем низкий, скажем так. Поэтому сарай просто ехать стабильно и никому не мешает. Продолжение следует... Три, два, один... Поймите меня... Часаться... Далее... Часто... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Георгий, добрый день. Привет. Расскажите, как вы докатились до того, что вы начали управлять моделью на стиках? Хотелось попробовать на самом деле, а тут так казалось, что у нашего товарища Миши Малышева оказалась данная аппаратура. Ну и он начал с ней разбираться, меня заинтересовало. Ну и я попросил у него попробовать на самом деле. Ну он с удовольствием согласился предоставить. Вот две недели дома тренировался в симуляторе VRC Pro. Вот, очень сильно понравилось. Вот, в принципе, со второго дня начало получаться. Ну и вот решил на соревнования приехать. Вот, вполне неплохо, но, соответственно, нужно привыкать. Пальчики все равно больше привыкли к курку. Получается не так быстро, как на Курке, но это пока всего две недели езжу на этой аппаратуре. Ну, я думаю, что дальше будет интересней, быстрее. Вот, поэтому, ну, сегодня я единственный раз конкретно на этой аппаратуре еду. Это Sunway Exes X. Вот, достаточно старая аппаратура. Ну, для тренировок вполне достаточно. Отдам буквально на дня в шевише обратно. А сам буду себе заказывать более современную Sunway Exes ZZ. Вот, ну, и хочу полностью перейти на стикер. Ну, это просто интересно. Во всяком случае, мне это стало очень интересно. Отлично, спасибо большое. Пока. А что нужно добавить? А, организация. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, сейчас закончились квалификации. И сейчас будем катать финалы. Моя задача никому не мешать. Потому что мой уровень значительно ниже ребят из модифита. Поэтому я стараюсь по максимуму, чтобы не создавать никому никаких помех. Тачка очень доволен. Тачка реально едет очень классно. То есть, не борюсь с автомобилем. Борюсь только со своими руками. По настройкам. Сетап-лист я прикреплю в описании. В ссылочке будет. Ну, мало ли, вдруг кому-то понадобится. В принципе, там более-менее такие стандартные настройки. Чуть-чуть небольшие отклонения. Ну, и модификация резины. Кстати говоря, о резине. Использую резину Insane. На этом ковре она уходит просто как лед. Так вот, лед в горячей комнате тает моментально на глазах. То есть, уже после четырех квалификаций и двух тренировок передней комплекта, по сути, уже нет. Все стерлось. Не знаю, сейчас поставлю, может быть, второй комплект на финал. Еще не знаю, посмотрю. Потому что мне особо это не критично. Вот. В общем, ладно. Сейчас посмотрим. Вы сейчас будут финалы, смотрите. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасовала первый финал в бане 4-0 лепит. После первого круга лидером является Кесмаков Александр Данил Маусско. Секраса, в городе. Десять, десять, шесть, шесть, восемь. Секраса, в целых восемь, десяток, шесть. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Хочу сделать немножко другую защиту, спроектировать, как вот на 44-й баге. Сейчас вам покажу. Здесь защита заходит прямо сюда на днище. Цельным куском таким идет. Соответственно, она исключит как раз-таки вот эти вот самые поломки. И еще немного информации для тех, кто живет на Дальнем Востоке. Если вы также увлекаетесь автомоделизмом, хотите начать соревноваться, ездить по профессиональной трассе, то для вас я оставлю ссылочку в описании на канал парня. Он из Владивостока. Он занимается сейчас очень активно этими гонками. Он вам покажет, расскажет, что куда как надо, что нужно для того, чтобы войти в это хобби. Также они там сейчас строят трассу. Достаточно интересно, можете посмотреть. В общем, ссылочку на него оставлю в описании. Также хотел бы сказать спасибо организаторам за прошедшие соревнования. Гонки были классные. Все было отлично. Организация, все супер. Но на следующее соревнование все-таки накройте ковром этот трамплинчик. Следующее соревнование пройдет уже в новом году. Это будет очень большая гонка. На нее также ссылку оставлю в описании. Если захотите участвовать, то читайте, смотрите, какие требования. И можете, конечно же, приезжать. Это будет очень большая, крупная гонка. Проходите, она будет на выходных, на новогодних праздниках. Очень советую вам туда прийти. Хотя бы просто посмотреть, на самом деле, как все это проходит. Очень здорово. Вход свободный, участие платное. Ну, в общем, все будет в описании. Спасибо всем за просмотр. Тем, кто досмотрел до сюда, прям вообще особый респект. В общем, с вас палец вверх. И до скорой встречи. Всем пока.